Когда тебе число лет, то жизнь кажется игрой, и достаточно лишь нажать волшебную кнопку, чтобы отмотать все назад. К сожалению, подобная опция бывает лишь в детском сознании, которому по искренности и чистоте нет равных во всем мире. Маша была желанным ребенком. Девочка каждой клеточкой своего тела ощущала родительскую любовь и заботу. Имелось у нее все, что нужно в таком возрасте, мама, которая всегда рядом, и папа, который хоть и был далеко, но не забывал о дочери, регулярно компенсируя свое отсутствие дорогими подарками. Ее отец, по словам девочки, был воином-магом, сражавшимся на стороне добра в далеких сибирских княжествах. Там он, словно герой сказок, извлекал на свет божий путем бурения, спрятавшуюся в недрах земли черную, иногда бесцветную нечисть. Делом это было опасным, и с наскока приступать к нему было не с руки. Прежде чем выкуривать подземного властелина нефти, требовалось провести разведку и взять пробы. Вот этим-то и занимался Валера, рыцарь без страха и упрека. Надежда, мама ее, также не была лишена магических способностей и по утрам пекла замечательные блинчики, которые иначе, как сказочными, не назовешь. И не беда, что для этого нужно было просыпаться с рассветом, ведь волшебное тесто требовало множества магических ингредиентов и заклинаний. Видимо, от контакта со злыми чарами мать частенько кашляла, держась за грудь. «Ничего, дружок, мамочку мы обязательно вылечим», — говорила девочка своему псу. Был он дворянской породы, но умом и сообразительностью мог легко обойти многих именитых породистых сородичей. Терпеливо слушая девочку, пес смотрел на нее внимательным, полным любви взглядом. И даже когда Маша пыталась излечить дружка от несуществующих болезней, он относился к этому с пониманием, подставляя пузико для сеанса лечебного массажа. Наверное, до создателя слова «девочки» дошли не сразу, потому как маме ее надежде становилось хуже с каждым днем. Кашель, особенно по утрам, душил молодую женщину, словно ненасытная земляная жаба. Однажды на платочке, которым девушка прикрывала рот, она увидела капельки крови. Надя присела на краешек кровати и, обхватив голову руками, горько заплакала. Маша, не понимая причины маминых слез, подошла к ней и, взяв за руку, прошептала «Не плачь, мамя уже попросила Боженьку». Он обязательно поможет тебе. Вот увидишь, видимо, на этот раз молитвы достигли своей цели, потому что мучения надежды, достигнув своего апогея, прекратились одним морозным февральским утром. Наверное, прибывшие по вызову дяденьки в белых халатах волшебниками оказались неважными, потому как, накрыв маму покрывалом, они увезли ее в неизвестность, сказав при этом одно единственное слово «онкология». Валера, не находя места от горя, едва успел прибыть к похоронам, раньше времени покинув вахту. Пряча глаза от дочери, он все чаще закрывался в своей комнате и беспробудно пил. Наверное, в инструкции к любому из видов спиртного указывается, что оно способно решить любую проблему, излечив душевные раны. Об одном, правда, производители умалчивают. Лечение поры затягивается на дни, месяцы, а иногда и года. Вдовцу повезло, и он смог вырваться из объятий змея на дне бутылки. Красавец-мужчина, да еще с хорошим доходом, это всегда лакомый кусочек для прохвосток всех хмастей. Ларисе удача, улыбнувшись во все свое число зуба, преподнесла завидного жениха на тарелочке с голубой каемочкой. Работая кассиром в супермаркете, она давно заприметила грустного молодого мужчину с отрешенным, отсутствующим взглядом. Включив все свое природное обаяние, целеустремленная девушка смогла направить этот взор в нужное русло, а именно на глубокий вырез ее декольте. Слово за словом и магия Ларисы подействовала. «Скажите, а что вы делаете сегодня вечером? Не откажетесь ли вы от ужинать со мной в ресторане?» спросил Валерий, скользя глазами по ее аппетитной фигуре. «Не откажусь поужинать ей не только», — кокетливо сказала Лариса. Вечер превзошел ожиданиях их обоих. Девушке мне верилось, что все прошло, как по нотам, а Валера и не догадывался, что с женщиной может быть так хорошо. Встречались они недолго, и в один прекрасный вечер молодой вдовец привел Ларису в свой дом. Маша, которая после смерти мамы все чаще оставалась на попечении соседки, бабы Нины, смотрела на гостю расширенными от удивления глазами. Ей было невдомек. Почему же папа держит эту незнакомую женщину за руку, касаясь ее лица губами? «Здравствуй, кроха. Меня Лариса зовут. Давай дружить», — предложила девушка и протянула девочке руку. «Давайте, Маша», — ответила малютка. «Вот и ладненько. Думаю, мы поняли друг друга», — сказала Лариса и весело рассмеялась. Все прошло так, как и было задумано расчетливой вертихвосткой. Незаметно, шаг за шагом, она притворяла в жизнь план по охмурению Валеры. Он, к ее удивлению, оказался ведомым и весьма доверчивым. Получив доступ к его кошельку, Лариса оставила работу и зажила на широкую ногу, не вылезая из дорогих бутиков и салонов красоты. Молодой вдовец был от нее без ума, прощая любую прихоть. Незаметно для самого себя он еще больше увяз в сетях, расставленных коварной Ларисой. На людях она была кроткой и покладистой, пряча истинную свою сущность за маской радушного умиления. «Милый, а знаешь, неплохо было бы купить какую-нибудь машинку, ну знаешь, за покупками, там ездить или на шашлыки за город. А что, сейчас у многих свой транспорт имеется, чем мы хуже. Нет, я, конечно, не настаиваю просто, имей в виду», — вкратчиво проговорила Лариса. Валерий все понял правильно и принялся собираться на вахту. Он все еще был очарован ушлой девицей и готов был исполнить любое ее желание. «Возвращайся скорее, милый. Помни, я всегда тебя жду». Томным голосом проговорила Лариса. Едва ухажер скрылся за поворотом, как новоявленная мачеха принялась устанавливать в доме свои порядки. «Так, Маша, так как мы остались с тобой вдвоем, то слушай меня очень внимательно. Повторять дважды не буду. В своей комнате убираешься сама. В мои дела не лезешь и вообще сделай так, чтобы я тебя поменьше видела», — сказала Лариса, изменившимся до неузнаваемости голосом. С тех пор Ларису словно подменили. Скинув маску доброй феи, которую она носила весь последний месяц, она превратилась в злобную ведьму. Всячески унижая Машу, она словно вымещала свою злобу за все свои прошлые неудачи. Девушкой она была довольно ушлой и рано поняла закон жизни «ты или тебя третьего не дана», как говорится. Первая любовь, как это обычно бывает, оказалась несчастливой. Гитарист Кирилл вскружил голову юной красотки, и она готова была идти за ним, хоть на край света. Встречи — бессонные ночи, полные безудержной страсти и, как итог, беременность Ларисы. Музыкант, едва услышав о заветных двух полосках теста, по-быстрому слинял на гастроли. Девушка обрывала трубку телефона, названивая жениху по сто раз на день. В один прекрасный момент парню это все надоело, и он просто перестал с ней общаться. Лариса билась в истерике и даже подумывала о том, чтобы наложить на себя руки, но вовремя опомнилась. Перспектива быть матерью ей совсем не улыбалась, поэтому, собравшись с духом, она сделала аборт. Всего один, навеки лишивший ее радости материнства. Потом был и Громан Сережа, который спустил на автоматы все, что только возможно. Каждый раз, обещая завязать, он просил еще одну старублевку для последней ставки. Устав от бесконечного вранья и воровства жениха, она ушла от него, громко хлопнув двею. Третьим был Игорь — серьезный и надежный мужчина с цепким колючим взглядом, говорящим о его нелегком прошлом. Порой он бывал сказочно богат, осыпая ее дорогими шмотками и золотом. Но, как известно, за все приходится платить, и бравый ухажер на поверку оказался профессиональным вором. Удача ему сопутствовала недолго, и после неудачного ограбления он был убит при задержании. Еще было много мужчин, но все они самым непостижимым образом плохо заканчивали. Один умер, другого зарезали в пьяной ссоре, а третий, и вовсе спившись, замерз ночью на улице. Лариса была словно черная вдова. Всех, кого она так или иначе касалась, заканчивали плохо. Сама она это не признавала, загоняя мысль опытом в самый дальний и темный уголок своей души. Зная, что Валера уехал надолго, скучать Лариса вовсе не собиралась. К ней стали захаживать любовники. Вначале воздыхатели приходили исключительно ночью, боясь огласки. Потом, осмелев и войдя во вкус, развратничали уже не таясь белым днем. Маленькая Маша все больше и больше мешала мачехе, превратившейся в одержимую похотью Клеопатру, меняющую фаворитов, как перчатки. Тетя Лариса. А я кушать хочу, робко попросила девочка, не евшая со вчерашнего дня. Да что я тебе? Сутки напролет должно у плиты стоять, что ли? А ты на что? Вот бери и приготовь себе, что хочешь, а мне некогда, гости у меня, злобно ответила мачеха. Девочка, горько плача, забилась в угол, жуя зачерствевшую горбушку хлеба, предназначавшуюся для ее псодружка. Печальную весть принесла почтальон Полина Викторовна. Вручив конверт Ларисе, она не могла не заметить заплаканный глаз Машеньки. Девочка была неухожена, со сбившимися в пучок волосами и чумазым лицом. Одежда на ней была грязной и, видимо, стиралась в последний раз еще при живой надежде. Полина горестно вздохнула, но говорить Ларисе ничего не стало. А что тут скажешь, если она полноправная хозяйка дома? Полина хорошо помнила, как чисто было в доме при Наде. С ней они дружили с самого детства, и ее смерть девушка приняла, как личное горе. Помахав на прощание Маши ручкой, она отправилась дальше раздавать добрые или не очень вести жильцам ее района. В письме, адресованном Ларисе сухим официальным тоном, говорилось, что в результате несчастного случая на Буровой ее муж Валери, получив травмы, несовместимые с жизнью, скончался на месте. Прочитав уведомление, женщина вначале нахмурилась, а потом морщины на ее лбу разгладились, и лукавая усмешка тронула уголки ее губ. «Вот теперь-то я заживу, как королева», — подумала Лариса. «Отчасти она была права. Незадолго до своей смерти Валера, словно что-то предчувствуя, застраховал свою жизнь на крупную сумму. Теперь Маше и ей, как супруги, полагались эти выплаты. «Шиш тебе с маслом, а не деньги», — злобно прошептала мачеха, адресуя эту фразу маленькой девочке. Смерть мужа и вовсе развязала руки Ларисе. Если раньше она хоть чего-то боялась, то теперь отрывалась по полной, гуляя дни и ночи напролет. Однажды в охмелю она, на ночь глядя, выгнала девочку во двор. Стояла поздняя осень, и было уже холодно. Дружок выскочил из своей конуры и принялся кружить вокруг своей маленькой хозяйки, облизывая с головы до ног. Ему тоже нелегко жилось при мачехе. Раньше он был упитанным и холеным, а теперь превратился в жалкую пародию на собаку с торчащими ребрами и облезлой шерстью. «Вот, одним из тобой остались, дружок. Ничего, все будет хорошо», — сказала девочка, прижимаясь к его тощему телу. Ночевать она осталась в конуре своего питомца. Лариса, казалось, вообще забыла о существовании девочки в попытке снова наладить свою личную жизнь. Однажды, проходя мимо дома умершей подруги, Полина услышала странный звук. Кто-то тихо звал ее по имени, но откуда именно, почтален понять не могла. Присмотревшись внимательнее, девушка увидела, как из собачьей будки показалась всклокоченная голова ребенка с давно немытым лицом и красными от недосыпа и слез глазами. «Машенька, милая, что случилось?» «Как ты тут оказалась?» — срывающимся голосом прокричала Поля. «Живу я здесь. Тетя Полина с дружком. Мне тепло и уютно». Грустно сказала малютка. «Ну, я сейчас ей устрою. Что она себе позволяет?» Решительно сказала Полина и, припадая на одну ногу, направилась к дверям. Она была инвалидом с детства, когда то при падении с велосипеда она сломала ногу. В медпункте наложили гипс, но кость срослась неправильно. Оказалось, что при переломе девочка повредила сухожили повторная операция, ничего не дала так и осталась маленькая Полина хромоножкой. У Вече красной нитью прошла сквозь ее жизни. На личном фронте у нее не ладилось, кому нужна ущербная, когда здоровых пруд пруди. Вот и трудилась девушка почтальоном, ежедневно ковыляя по улицам и переулкам, не теряя при этом врожденного оптимизма. На стук в дверь долго никто не отвечал, хотя из дома доносились звуки и музыки. Наконец, на пороге возникла заспанная Лариса со следами несмытого макияжа и ярко-алым засосом на шее. «Чего надобно? Зачем дверь ломаешь?» — грубым тоном спросила хозяйка. Полина, едва сдерживаясь, чтобы не перейти на крик, сказала «Ларис, ты что делаешь? Оглянись вокруг себя. У тебя патчерица в собачьей будке с живетоном, а угли, что ли? Число и век на дворе, а у тебя такой бардак в семье. Ишь ты!» — святоша выскалась. «Ты глянь, мать Тереза, прям со своей жизнью разберись, убогая». «Не о тебе, хромоножка, меня учить?» — издевательски улыбаясь, ответила Лариса. «Ладно, мы еще вернемся к этому разговору. Попомни мои слова», — ответила Поля и, круто развернувшись, заковыляла прочь. Сидеть сложа руки она совсем не собиралась. Первым делом она пошла к участковому Гришке Ефремову. Они когда-то учились вместе в школе, но потом их пути разошлись. Теперь, видимо, нужно было заново налаживать связи. Парень слушал ее внимательно, с каждым словом мрачнее все сильнее. Было видно, что он с трудом верит в сказанное Полиной. Но когда он посетил дом Ларисы, то минут двадцать пребывал в состоянии глубокого шока. Машенька уже несколько дней жила в собачьей конуре, питаясь объедками со стола мачехи. Григорий, взяв девочку на руки, прошептал «Все мое маленькое сейчас, все будет хорошо, и твои мучения скоро закончатся». Представителю правосудия Лариса подчинилась, впустив его в дом. Бегло оценив обстановку, Григорий потребовал какие-либо документы девочки. Лариса, еще хмельная после недавнего загула, рылась в коробки с бумагами. Вдруг участковый увидел одну крайне заинтересовавшую его бумагу. Ей оказалось дарственное на дом, в который в графе владелец была вписана Маша. «Знаете что, Лариса Викторовна, мой вам совет, выметайтесь-ка отсюда, да поскорее», — ледяным тоном произнес Григорий. «Что?» — это произвол. «На каком основании?» — разъяренно прокричала женщина, а вы вот эту бумажечку внимательно читали. «Или вам за гулянками некогда. Так вот, Маша, полноправный владелец дома, и для вас тут ничего не светит. Тем более, ее часть денег от отцовской страховки вы обязаны вернуть». Лариса Викторовна медленно, словно неграмотный, объяснил все участковый. Мачеха все поняла. В этот же день, собрав вещи, она вернулась к себе в общежитие. Опекунство над Машей решило взять Полина. Они теперь вместе с псом-дружком и живут вместе. Девочка рада, что в ее жизни появилась настоящая мама, которая любит только ее. К ним в гости приходит участковый Григорий. Полина ему давно нравилась, да все не решался подойти. А теперь, в свете последних событий, они очень сблизились и подумывают о свадьбе. А еще, возможно, скоро у Маши появится братик или сестренка.